В Рязанской области продолжается реализация федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации. Полностью сеть в нашем регионе должна быть построена до конца 2013 года, но тестовое вещание на отдельных объектах начнется гораздо раньше. Следует только напомнить, что цифровой сигнал DVB-T2 принимают не все телевизоры, а только те, которые поддерживают этот стандарт. Если вы в ближайшее время собираетесь приобрести новый телевизор, обязательно поинтересуйтесь у продавца, имеет ли выбранная вами модель такую характеристику. Для старых же телевизоров потребуется специальная приставка. Сегодня ее средняя стоимость – 1500 рублей, но, возможно, при массовом спросе цена станет еще меньше. В восточных регионах России, где процесс перехода на цифровое вещание начался гораздо раньше, цены на приставки действительно снизились, их розничная цена уже стала меньше 1000 рублей. На сегодняшний день уже известно, какие каналы вошли во второй пакет или мультиплекс, сформированный на конкурсной основе. Это Домашний РЕН-ТВ, ТВ-центр, СТС, Спорт, НТВ+, Звезда, ТНТ, Мир и Муз-ТВ. Первый мультиплекс утверждался указом президента Российской Федерации. В него входят первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, пятый канал, Россия-24, Карусель и Культура. Список дополнит общественное телевидение России и региональный канал, название которого определится в ближайшее время. Оба мультиплекса будут транслироваться бесплатно. С началом цифрового вещания в Рязани, в районе вокзала Рязани-1, откроется Центр консультационной поддержки населения, где будут представлены различные модели телевизоров и приставок, поддерживающих стандарт DVB-T2. Там можно будет получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся цифрового эфирного вещания, а также воочию убедиться в преимуществах цифрового изображения, сравнивая картинки аналогового и цифрового ТВ. Отключение уже привычного аналогового телевидения произойдет поэтапно. До 2017 года планируется параллельно вещать как цифровое, так и аналоговое телевидение. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Александр Лучкин, директор филиала РТРС Рязанской ОРТПЦ. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Васильевич, наверняка многие рязанцы обратили внимание, ощутили дискомфорт. Даже можно сказать в связи с тем, что отсутствуют привычные для них телеканалы. С чем это связано, что происходит и какие перемены нас ждут? Мы уже много раз говорили о том, что в Российской Федерации реализуется федеральная целевая программа по развитию телерадиовещания. И эта программа предусматривает переход на цифровое эфирное вещание, в том числе и в регионах нашей страны. И вот 2013 год – это год, когда в Рязанской области как раз ведется строительство сети цифрового вещания. Один из объектов сети – это радиотелезионно-передающая станция в городе Рязань. И как раз вот со вчерашнего дня, с 11 ноября, начались работы сначала подготовительные, а потом монтажные работы по установке антенны для цифрового вещания. Как долго будут вестись работы? Работа достаточно сложная в техническом плане. И мы понимаем, что ноябрь, и это уйдет на декабрь, это период, когда не самые благоприятные для таких работ погодные условия. Но, тем не менее, план исходный такой – в течение пяти недель с 11 ноября по 18 декабря эти работы должны быть выполнены. То есть в рабочие дни с 8 утра и до 4 вечера телевизионные радиовещательные передачи будут отключены. К счастью, у нас есть возможность подавать сигнал в сети кабельного телевидения, и там как раз телезрители пока вот этого проблемы не ощущают. Что же мы в итоге получим? Как это все будет выглядеть? Ну, я уже сказал, что ведется строительство сетей цифрового вещания, то, что один объект – Рязань. У нас на самом деле сейчас строительные работы ведутся практически во всех районах области. И есть уже четыре объекта у нас, которые готовы, которые приняты рабочей комиссией. Это радиовизионная передающая станция в городе Касимове, в городе Сасово, в Сараях и небольшой у нас пункт – село Федоровское, Захаровское район. Вот там как бы все строительство завершено. И сейчас там последние штрихи по устроению дефектов, которые выявлены рабочей комиссией. И мы ожидаем, что до конца ноября цифровое вещание вот в этих пунктах уже у нас начнется. Рязань – это несколько позже, потому что сложная работа на башне, которая сейчас ведутся, и период их окончания – это середина декабря. С точки зрения самого оборудования, которое стоит в помещении, то есть телевизионная передачка, вспомогательная оборудование – это уже стоит, и это все готово. И если не окажется проблем с погодой уж таких, что работу сделать будет невозможно, то до конца года мы ожидаем, что Рязань тоже цифровой передатчик начнет работать. Тюнеры какие-то необходимы будут приобретать? Ну, с прошлого года торговля предлагают телевизионные приемники, которые уже имеют цифровой тюнер. Единственное, надо людям, которые покупают их, обратить внимание, что это стандарт DVB-T2. Именно 2, потому что то, что было до того, стандарт DVB-T, он не поддерживает Т2, на котором реально будет осуществляться вещание, и на это надо обратить внимание. Тем же телезрителям, у кого старые телевизоры, тоже возможно цифровое телевидение принимать, единственное, потребуется приобрести телевизионную приставку. Они в продаже сегодня уже есть, и я думаю, когда начнет совещание, их спектр и количество предложений значительно возрастет. Сегодня то, что предлагают торговли, это разные производители, стоимость от полутора тысяч и выше. А что касается новой техники современных телевизоров? Ну вот все, что сейчас практически продается, может на 90 и больше процентов уже рассчитан на прием цифрового сигнала в стандарте DVB-T2. Александр Васильевич, все-таки переход от аналогового телевидения к цифровому, это масштабная работа, вот как сами считаете, справляетесь? Работа идет непросто, но вот то, что развернуто сегодня, может говорить о том, что мы в принципе справляемся, и те задачи и планы, которые стоят, они выполняются. Просто как бы само строительство идет не так легко, как хотелось бы. Ну и мы знаем, это лето и осень, когда как бы самый основной объем работ пришелся, они были достаточно дождливые, вот как бы это несколько сдерживало. Но тем не менее готовность объектов есть, и я полагаю, вот кроме тех, что я назвал, до конца года еще целый ряд объектов выйдут на готовность. Там сейчас закончено строительство фундаментов башен, и на следующей неделе начнется монтаж башен. Вот это наиболее такая объемная и затратная во времени работа, и они еще на четырех объектах фактически вошли в завершающую стадию. То есть мы стремимся к тому, чтобы как можно большее число объектов запустить в этом году. Ну и еще, я бы сказал, две радиотелезионно-передающие станции, два района, это Михайловский и Сараевский, они в этом году уже получат 20 телезионных каналов. То есть первый мультиплекс или первый пакет это ноябрь, и до конца года мы рассчитываем установить оборудование для трансляции второго мультиплекса. То есть это как раз та задача, которую ставит федеральная целевая программа. 20 телезионных каналов бесплатно для каждого жителя Рязанской области и Российской Федерации. Это уже будет подключено к существующим вышкам, как я поняла, правильно? Вот эти объекты, которые я называю Михайловский сарай, там у нас действующие объекты, и поэтому там движется побыстрее. Там просто сделана реконструкция антеннных сооружений, и смонтирована дополнительная оборудование, которое обеспечивает передачу цифрового сигнала. У нас в районном поселке Ермиш на следующей неделе, я полагаю, будет смонтирована башня в Пронске. Примерно у нас одинаковое положение. Они чуть отстают, но тоже подходят к готовности в Милославском и Елате на Касимовском районе. Вот эти еще четыре объекта, они у нас тоже мы рассчитываем их закончить до конца года. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Это была программа «Семь минут». Всего вам хорошего. Скоро с вами увидимся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!